здравствуйте на столе у меня блок управления от mitsubishi pajero junior с номером md362114 подключено питание плюс минус включение зажигания управления главным реле лампа check engine 4 катушки зажигания и четыре выхода на форсунки хочу заметить что здесь ну не здесь модели с моторами gdi два блока управления один основной другой усилитель форсунок он работает со 100 вольтовым напряжением для управления форсунок высокого давления непосредственного впрыска вполне возможно а скорее всего так и есть еще есть третий модуль управления дроссельной заслонкой потому что дроссельная заслонка управляется через так сказать бесщеточный двигатель и там собрана сложная схема управления этим моторчиком давайте перейдем к тестам включим батарею включим зажигание у нас включилась лампа check engine и смотрите что с ней происходит она начинает моргать могу предположить что это отсутствие модуля управления дроссельной заслонкой или же ну как вариант отсутствие подключенного модуля усилителя форсунок но это не точно далее здесь должно быть управление топливным насосом но поскольку обороты есть еще не поданы на блок управления о топливном насосе питание на него можно забыть сейчас подадим обороты насос включился включились 4 сигнала управления катушками зажигания сейчас попробуем растянуть это все если я включу нагрузку то мы услышим как работают эти катушки зажигания но образно да так будем говорить если я переключу нагрузку на плюс то мы увидим плюсовое управление катушками зажигания а если переключить на минус то у нас в основном катушки будут подключены к минусу и с низким с коротким импульсом плюсовым будут управляться для насыщения катушки зажигания это порядка трех двух с половиной миллисекунд и так топливный насос у нас включен майн реле у нас включена лампа мил малфункшен индикатор ламп у нас моргает во всяком случае это происходит на столе возможно что на машине из-за какого-то неполученного сигнала блок управления также будет моргать к сожалению я этот момент на столе проверить просто напросто не могу я хочу сейчас подключить диагностику и показать что этот компьютер выходит на диагностику это тоже очень важно потому что если возникнут вопросы после установки этого компьютера на машину мне будет чем парировать потому как невелика вероятность того что человек скажет что у меня нет диагностики и поэтому я буду руководствоваться только личными ощущениями давайте перейдем к диагностике сейчас mp hdi и дизель нажата кнопочка 1 сканматиком это все проверяю программа к сожалению пока не отвечает но подождем потратим некоторое время на соединение с блоком управления двигателем какая-то ерундистика происходит но но что то происходит давайте снова так так возможно я чего-то недопонял я сейчас отключу зажигание да я перепутал просто напросто диагностический контакт я не туда к линию подключил теперь это все я поправил посмотрим что он нам в конкретный момент скажет диагностический комплекс посмотрим посмотрим да с митсубиси не все так просто связь с диагностическим оборудованием не всегда быстро особенно когда выключено питание на блок управления вот паспорт сразу посмотрим md 362114 на связь он вышел и все с этим хорошо теперь посмотрим на ошибки датчик потока воздуха возможно да отключенный волюметр тоже может сыграть роль на мигание индикатора неисправности сигналы фаргенератора ну да он не подключен датчик вакуума тормозной системы датяек сбой датчика давления топлива датчик положения педали акселератора основной и связь с электроприводом дроссельной заслонки датчик потока воздуха ошибки периодически проходит опрос и с течением времени ошибки добавляются и дополняют этот список окей я сброшу ошибок нет лампа так и не погасла еще разок нет лампа также моргает не будут никого обманывать потому что сам себя не обманешь переменные нагрузка на двигатель сигнал дпкв и давайте какой нибудь еще попробуем сигнал какой нибудь так 750 оборотов форсунка 1 и 3 миллисекунды да ну коммутатора для форсунки у нас нет ну то бишь усилителя сигнала окей все также моргает и все также работает в общем этот блочок я буду собирать сейчас я отключу диагностику и при вас мы будем собирать и кстати как работает как работает главное реле майн реле отключил обороты реле топливного насоса вот этот вот индикатор должен будет отключиться и так внимательно смотрим топливное реле отключилась теперь я отключаю зажигание зажигание у нас отключена и через некоторый момент мы должны будем увидеть отключение главного реле вместе с этим индикатором отключена все работает штатном режиме итак отключим плату от разъемов итак отключим плату от разъемов хочу чтобы вы вот эту вот вот этот номерочек засекли опломбирована я эту наклейку приклеил во время приемки блока управления попросил человека сфотографировать номер этой этикетки этой наклейки просто если мы будем отсюда отклеивать здесь появится надпись void нарушена чтобы не было сомнений что вдруг я оказался негодяем и подменил печатную плату этого блока управления номера блока управления вы видите на этикетке на корпусе и те же самые мы наблюдали в программе диагностической немного ранее блока и так собираю выдаю и заниматься им в поисках мигающей лампы в поисках причины мигания лампы неисправности в работе двигателя я просто напросто не буду участвовать так что спасибо за уделенное время и всем пока успехов в жизни и работе пока